Доброе утро, дорогие друзья! А бывало ли у вас такое, что вы сидите, ни о чем не думаете, и тут вдруг в голове начинаете рисовать себе какие-то невообразимые картины, это все сопровождается уникальной музыкой, и вы думаете, что это что-то колоссальное? Вот и у меня не было. Но именно так я себе представляю творческий полет. Творческий полет — тема выпуска на сегодня, и если вы хотите отправиться в него вместе с нами, давайте узнаем, что нас ждет в программе. Встречаем осень вместе! Мурманский фестиваль для детей и взрослых. Стихи известных авторов и свои собственные. Литературный фестиваль состоялся в Манчегорске. Заказывал платье, а прислали тряпку. Вспоминаем неудачные интернет-покупки. Всем привет, друзья! Я заметил, что в последнее время люди все больше и больше покупают товаров через интернет, нежели в обыкновенном магазине. А что? Ну, во-первых, там дешевле, а во-вторых, в интернете можно найти все, что угодно. Разве не так? Одежду, обувь, игрушки, все что угодно. Только если билеты, перелет? Заказываем для ребенка. Нет, не заказываю. Вообще нет? В магазин ходите? Да, предпочитаем магазин. Покупаю обувь. На Алиэкспрессе. Много купил уже? Ну, достаточно. А помимо обуви еще что-нибудь? Ну, там рюкзак, там вещи, да. Значки. Значки. Ну, чехол на телефон, например. Не знаю, стикеры, товары для домашних питомцев. Заказывая товары через интернет, люди сами осознанно идут на риск. Ведь неизвестно, что в итоге придет. Каждый день, читая новости, мне попадаются интересные посты про неудачные заказы. Вот несколько из них. Одна англичанка, чтобы пойти на пляжную вечеринку, заказала вот такой купальник. Вместо этого ей доставили белую тряпочку. С одеждой очень много подобных случаев, когда товар на фото не соответствует результату. И это распространяется не только на одежду, но и на другие товары. Порой это доходит до абсурда. Скажите, а у вас было такое? Заказывали одно, а пришло другое? Сейчас и узнаем. Заказывали купальника, пришли плавки. Ну, бывает, что-то придет некачественное с дефектом, но что-то другое не было. Я, по-моему, заказывала рюкзак, а мне пришли штаны. У меня вообще ничего не случается в жизни такого. Сочувствую тебе. Ладно, давай, чтобы что-нибудь произошло. Пока. Я желаю, чтобы заказанная вами посылка из интернета всегда соответствовала фотографии и описанию. Иван Герасимов, Антонио Батаев, ТВ-21. Сегодня, 27 августа, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. В районе никеля 11-16 метров. В Кандалакши до 15 градусов небольшой дождь. В Апатитов и Кировске плюс 14 дождливо. В никеле и Заполярном 12 градусов выше нуля и осадки. До 13 поднимется столбик термометра в Североморске. По Фотской столице также пройдут дожди. В Мурманске утром плюс 7 днем воздух прогреется до 13 градусов. Будет дождливо. Не забывайте зонтики и удачного вам дня. Нужно на родителей обидеться и уйти без шапки в ночь холодную. Но не просто так бродить по улицам, а в дремучий темный лес отправиться. Там вам сразу волк холодный встретится и, конечно, быстро вас он скушает. Вот тогда узнают папа с мамой, закричат, заплачут и забегают. И помчатся покупать пирожные. И в кино с собой возьмут вас вечером. Фестиваль, который вырос вокруг табуретки, так вкратце описывают историю мероприятия организаторы. Пять лет назад жительница Мончегорска Оксана Китаева предложила идею памятника огромной табуретке. А дальше ассоциативный ряд сработал у руководителя фонда «Живая классика» Марины Смирновой. Табуретка, стихи, фестиваль. Фестиваль делается не только нашими бессилиями. Приезжают библиотеки, книжные магазины, то есть самые разные организации, творческие союзы, бардовские, бардовская песня. И количество партнеров расширяется. Приезжают гости в этом году из Норвегии. Приезжали из Индонезии, из Франции, из Германии. Я очень рада за свой город, я его очень люблю. Мне приятно, что я сделала что-то для своего города, что появилась вот такая вот движуха. Движуха – это всегда интересно. А так я не воспринимаю это как свое, это наше. С удовольствием к табуретке выходят и дети, и взрослые, декламируют стихи известных авторов и свои собственные. Мы можем долго ботать словесы, перемешав понятия и приметы. Притёр, как с Богом тасовать рамсы, способна только мафия поэтов. Творчеством своим и своих земляков выступил у памятника потечанин Игорь Панасенко. Читать стихи любил всегда. И в детстве, на табуретке, и в школе, и в юношеские годы. Тогда он занимался в студенческом театре. Увлечение поэзией стало частью его жизни. Пописываю, почитываю, покладываю на музыку. Бывает. Сколько, сколько времени прожить надо. Генеральный директор компании «Печенгостройка» Ираджер Алкаганов не удержался и в свое приветственное слово вставил несколько стихотворений. Одно из них закончил писать накануне праздника. Это же как в детстве. Ребенка ставят на табуретку, и он там говорит свои стихи. А это вот эмоции же. А эмоции всегда связаны с душой. И к этому я пригласили. Я сюда пришел с удовольствием, потому что очень люблю стихи и очень люблю эмоции. С перезвоном золотых куполов, милый Полоцк, ты лучший на свете. Нет на карте таких городов. О своей родине, небольшом белорусском городе Полоцке, в стихах рассказала Марина Сверидова. На север она приехала в гости к любимому. Когда узнала про фестиваль в Манчегорске, не раздумывая, решила участвовать. Это что-то необъяснимое. У меня даже бывает, я вот стою на остановке, допустим, еду на работу. Раз, трочка пришла, всё. Пока доехала до работы, у меня уже стихи готов. То есть, это идет изнутри. Это дано свыше. На фестивале люди не только читали стихи. Гости литературного праздника могли посетить передвижную библиотеку, поучаствовать в лотерее и конкурсах. Подробнее об этой интерактивной части фестиваля мы расскажем через несколько минут. Не переключайтесь. Приветствую. Творческий полет всегда должен находить отклик в реальной жизни. Ну, во всяком случае, в кругу друзей и близких. Почти так и произошло на фестивале «Мурманская осень». В сквере на улицах Лобыстова прошел второй день фестиваля искусств под открытым небом «Мурманская осень». Северяне могли проявить свой творческий потенциал в рисовании, поучаствовать в литературной викторине и полюбоваться изделиями местных мастеров. Все это сопровождалось праздничным концертом и выступлением творческих коллективов. Именно так осень наступает нам на пятки. Вот так вот весело лето провожаем, осень встречаем и не унываем. Хотя на самом деле осень уже топчется по улице давным-давно. Мы просто ее не замечали. Но, а пока на календаре август, предлагаю не унывать и смотреть, что нас ждет далее в выпуске. Мишка Косолапый в ревду забежал. Новости из всемирной паутины. Как достичь успеха на ютубе, расскажут мурманские музыканты. Алисы в стране чудес мог быть каждый. В городе Металлургов состоялся фестиваль «Табуретка». В основу праздника легло произведение Лиуса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Гости в фестивале могли принять участие в основных эпизодах сказки. Время пить чай! Время пить чай! Вот, безумное чаепитие, например. Поконите пить чай! Желающих выходить, друзья! Так активно зазывали в свою компанию «Безумный шляпник», «Чеширский кот» и «Белый кролик» на литературном фестивале «Табуретка», который состоялся в Манчегорске. Алиса тоже не прочь была пообщаться с гостями мероприятия. Это, так скажем, фотозона. Люди подходят, фотографируются, мы с ними разговариваем, пьем чай, кушаем плюшечки. Неподалеку садовники красят розы в красный, а чуть дальше самые смелые участники фестиваля играют в рискованную шахматную партию под надзором «Червонной королевы». На главной сцене в это время выступают чтецы, стихи, отрывки из произведений «Кому что по душе». Ограничений по теме на литературном фестивале нет. Ели редьку кусками, редьку ломтями, редьку с солью, редьку голью, редьку сушеную, редьку моченую, редьку с хлебом, редьку с маслом, редьку с блинами, редьку тертую, редьку маком, редьку с сахаром. Дарья Айникова решила прочесть отрывок из произведения Степана Писахова «Сахарная редька». Опыт выступлений перед зрителем у нее большой, но только не в таком искусстве. Много лет Дарья занимается танцами. Танц меня уже привыкла, это совсем другое. Здесь я чувствую товарища, что у меня есть еще несколько друзей, которые рядом со мной танцуют. А здесь нет никакой опоры. Я понимаю, что я могу донести зрителю только словами, только своим напором, своими эмоциями. Плюсы очевидности, только плюсы, только плюсы, только плюс к этому. Наш союз нерушим выше всяких вершин. Каждый раз потыкаюсь о собственный хвост. 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 На смену традиционному искусству приходит современное. Перформанс «Голова по наследству» привезли в Мончегорск столичные медиахудожники Наталья Алфутова и Ярослав Кравцов. Мы медиахудожники, мы много где. Мы в Париже, в Венеции, везде у нас такая международная история. И нам этот раз было очень интересно выступить именно в Мончегорске. Очень интересно сравнить публику венецианскую и здешнюю. Венецианскую, наверное. Это совершенно все другое. Но здесь все очень душевные, очень отзывчивые, классные. Каждый участник литературного фестиваля мог завести себе двойника. Вернее, вторую голову. Здесь они получили как эксклюзивную наклейку, так и эксклюзивное приложение. То есть они не могут его откуда-то скачать, как-то достать. И тем самым обладают чем-то очень уникальным. Создать виртуальную голову предложили и нам. Хороший вариант для тех, кто хотел увидеть себя с новой прической. Так, ужас. Вот так всегда. Все, теперь две головы. Ой, я тоже самое подумала, почему она лысая. Это нормально. Это у нас потому, что шаблоны красоты запакованы. Нам розовая – это принцесса, а лысая – это некрасиво. На самом деле все не так. Поэтесса Аглая Соловьева с медиахудожниками сотрудничает второй раз. Это ее стихи легли в основу перформанса. Мы эксклюзивно привезли эту работу. Естественно, что мы ее делали специально для этого места, специально для фестиваля. Я-то вообще такой нафталиновый писатель, в смысле, что я вот пишу и читаю, пишу и читаю, этого полно. А вот так, чтобы вдруг эта поэзия смогла найти место в современной жизни именно не в качестве книжного какого-то исполнения или просто декламации, а как это возможно совместить с новыми технологиями. Глава, которая приехала сюда на фестиваль, она разговаривает только стихами и только тогда, когда мы, как художники, тоже рассказываем стихи во время перформанса. То есть, нет, дома она все-таки будет молчать. Но у нас есть и другие работы художественные, где как раз потом с головой можно поговорить. Впрочем, к небольшому диалогу эта голова все же оказалась готова. Вы в первый раз выступали на сцене. Была ли неловкость? Слова все в обморок, плохо им, губы стали бумажными, но, может быть, это неловкое и есть стопроцентно важное. Важно и то, что на международном фестивале «Табуретка» нашлось место многим литературным направлениям и веселым конкурсам. В перевертыши предложили сыграть сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. И также мы предлагаем всем вместе сочинить стихотворение «Экспромт», посвященный поэтическому фестивалю «Табуретка». То есть, вот первая строчка у нас уже есть и надеемся, что кто подойдет к нашей площадке, продолжит это стихотворение. А завершился литературный фестиваль «Табуретка» встречей со знаменитостью. В Ванчегорск приехала советская и российская киноактриса, артистка цирка Наталья Варлей. «Детство мое прошло с первого по шестой класс в Заполярье, в Мурманске. Все у нас, конечно, зарождается в детстве, как есть такая фраза «все мы родом из детства». На творческой встрече Наталья Варлей рассказала много историй из своей жизни, предложила зрителям вспомнить прошлое, посмотреть отрывки советских фильмов, спеть несколько советских песен. Большая часть зрителей – люди, которые росли вместе с Варлей, и которым ее творчество было близко и знакомо. В финале вечера Наталья Варлей прочитала несколько своих стихотворений. В этом году точка литературного фестиваля получилась очень поэтичной. Как надежно, родная ладонь. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 27 августа, 65 рублей 97 копеек. Курс евро – 72 рубля 40 копеек. 10 норвежских крон сегодня равны 73 рублям 47 копейкам. Доброе утро. В ближайшее время в Мурманске ожидается пасмурная погода и возможные осадки в виде медведей. Именно так проходят последние несколько недель, а то и больше что-то они к нам зачастили. Никогда такого не было, и вот опять. Красавец какой! В ревде был замечен очередной косолапый. Последнее время звери зачастили с вылазками к населенным пунктам и не стесняются заходить в них и даже хозяйничать. Этот бурый товарищ сидел возле мусорных баков и в итоге приглядел себе подходящий мешочек, с которым и направился в лес. Что-то странное у него какой-то улей. Это значит, у него пчелы неправильные получаются. Хотя, кто знает, может быть, там и пасека недалеко. Смотрим дальше. Мурманская группа Харвест выпустила новый клип. На этот раз о любви к родному краю. 150 тысяч просмотров. Вот это творческий полет. Подробнее расскажет Александр Суняев. Песня под названием «Север» появилась на свет в 2018-м. Спустя год, в начале августа, парни презентовали на нее клип. За три недели он собрал более 160 тысяч просмотров. Хотя парни шутят, что просто обновляли страницу браузера бесчисленное количество раз. Отсюда и такие цифры. Это даже не реклама, это просто какой-то получился своеобразный, в хорошем смысле слова, пиар. Само пиар. И люди там смотрят вообще со всей России. Из Владивостока, из Омска, из Тулы. Я видел, там писали. То есть, ну, северян везде полно. Всем эта тема оказалась близка. Снимали в окрестностях Мурманска еще в мае. Как только приехали на место и приготовились к съемке, начался ветер и на горизонте замаячил снежный фронт. Его можно рассмотреть на некоторых кадрах. В общем, снимаешь клип на песню о Крайнем Севере, будь готов к его условиям. Вообще, должна была быть аэросъемка еще на протяжении всего клипа, но в итоге только в начале кадры вошли. Потому что поднял дрон, резко порыв ветра, он начал улетать в сторону Североморска. В общем, еле его посадил. Решили не снимать с дрона такую погоду. Капризы природы все же не смогли сломить уверенность всех участников процесса. Это сейчас они греются под лучами солнца и рассказывают о съемках с улыбкой. На площадке же было не до шуток. Мерзли так, что зуб на зуб не попадал. Но в итоге Харвест вышел победителем и отлично вписался в актуальную и продвигаемую нынче тематику Заполярья. То, что мы просто с брендом Север соединились, это опять же еще до всей истории было. И когда я увидел вот это Худи на Севере жить, конечно, я такой подумал, да, это будет интересно. Дополнительная такая штука, но это не специально. На достигнутом группа решила не останавливаться. Пару недель назад завершились съемки очередного клипа. Все максимально серьезно. Раскадровка, реквизит, кастинги на главную роль. Видео должно стать новой ступенькой в творчестве коллектива. Премьера намечена на осень. У нас был такой пилотный вариант, под который мы снимали. Вот, поэтому сначала будет звук, потом, значит, мы начнем черновой монтаж делать. Вот, ну и там посмотрим. Не знаю, может быть, пару месяцев займет. Осень у группы обещает быть насыщенной. Помимо выхода нового клипа, парни порадуют поклонников вживую. Место и время пока не определено, но задумки уже имеются. Так что следите за информацией. Кушайте Харвест, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Сегодня день рождения отмечает авиационный спортсмен и космонавт Сергей Крикалев. 51 год исполняется известному балетмейстеру, в прошлом главному художественному руководителю балета Большого театра Алексею Ратманскому. А еще в этот день родилась советская актриса театра и кино Фаина Раневская. Мы всегда рассказываем вам о наших маленьких земляках, которым требуется помощь. И говорим о том, что самая маленькая сумма может изменить их жизнь. Годовалый Тимур резвится на детской площадке. На улице мальчик бывает редко, чаще в больницах и поликлиниках, всегда под наблюдением врачей и онкологов. На лице у Тимура обширный невус, огромная доброкачественная родинка. Она в любой момент может превратиться в злокачественную, потому действовать нужно быстро. Благодаря израильским врачам и вам, тем, кто не остался равнодушным, Тимур почти победил болезнь. С носика вот тут было вот так вот, и вот тут была могучая бровь. И вот так вот тут бровь была, и вот так вот получается полукругом было. Вот так Тима выглядел в декабре прошлого года. Невус покрывал половину его лица. Тогда родители мальчика собирали деньги на первую операцию. Благодаря вам сумма, неподъемная для семьи Каримовых, 425 тысяч рублей, была собрана в считанные дни. Привет, привет. А, привет, это я, да? Это Тима спустя несколько дней после сложнейшей операции. С помощью специальных эспандеров мальчику растянули кожу на лбу и щеке, а после пересадили ее на место удаленной части родинки. Но это только начало борьбы с недугом. Впереди еще один такой же этап. У нас он запланирован на 20 сентября 2019-го. И мы очень ждали одобрения, что у нас фонд во второй раз тоже возьмет. Вот только недавно получила ответ, что да, мы точно вас берем, да, мы все оплатим. Поэтому вот только сейчас открыла сбор, к сожалению, на доп расходы. Благотворительный фонд World Vita собрал все необходимые средства на лечение. Деньги на перелеты, проживание, лекарства и питание родителям нужно найти самим. Времени катастрофически мало, потому семья Каримовых вновь обращается за помощью к мурманчанам. Столько людей добрых, это просто такая поддержка, это очень приятно и нереально вообще. Кто-то деньги приводит, кто-то информации распространяет, кто-то по-разному. Кто-то что-то, чем может, тем и помогает, в общем. 450 тысяч рублей сумма, которая избавит годовалого Тимура от опасности заболеть раком, а его маму и папу от постоянного страха за своего малыша. И вы можете помочь. Сбор средств уже открыт, реквизиты вы видите на экране. Также вся актуальная информация доступна во Вконтакте в группе «Благотворительный сбор Тимуру Каримову». Татьяна Куфенко, Сергей Расюк, ТВ-21 Всегда место, с которым связаны самые яркие впечатления, может способствовать творческому полету. Поэтому нашей музой может быть не что иное, как любимый край. Я раньше жил в Кировске и ездил на работу в Апатиты. И каждое утро и каждый вечер у нас как бы полярная ночь. И весь этот город в горах, он светился. И у меня от этого реально настроение поднималось. Мне нравится наша природа. Очень люблю в лесу отдыхать. Мы с друзьями часто выезжаем, и с детьми я со своими выезжаю. Ну, я здесь родилась. Это мой родной город. У меня здесь родились дети. Я встретила своего супруга здесь. И вообще очень яркая, колоритная погода. Вот ветер, дождь, там, неважно, снег. Всегда вот с радостью к этим, к северным вот колоритам отношусь. Люблю, конечно, тут природа хорошая. Летом очень хорошо в горы ходить, на природу, в походы. Очень хорошо здесь. На севере я родился, на самом деле, на севере, да? Здесь местный, короче. Вот, у меня, что, да жизнь хорошая штука, да? Трое детей у меня. Я предприниматель. Все, короче, как я хотел, все так и происходит. Не бойтесь отправиться в творческий полет, даже если вы боитесь летать. Это вполне себе безопасно. Если не злоупотреблять, конечно. Хорошего вам дня и доброго утра. Редактор субтитров А.Семкин